Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Падение самолета, неосторожность пилота или неисправность техники. Из Пестравского района наш репортаж. Личность пилота, останки которого найдены в южном городе, вместе с самолетом Ил-2 устанавливают специалисты. К маю Самар украсит новые цветущие фигуры. Что еще ждет город на встрече с депутатами, рассказал Олег Фурсов. Фасад не место для пиара. Пожиратели незаконных объявлений снова вышли на охоту. Генеральная уборка Самары в разгаре. На субботник вышли и сотрудники нашего телеканала. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте разбираются в причинах крушения самолета Ан-2. Трагедия, в которой погиб пилот, произошла в четверг в Пестравском районе, недалеко от села Марьевка. Самолет, выполнявший авиационно-химические работы, рухнул прямо в поле. На месте крушения побывал Павел Баймаков. Крушение самолета произошло около трех часов дня. Причины пока устанавливаются. Возможно, повлияли погодные условия. Здесь и сейчас дует сильный ветер. Но самое главное официальной информации, откуда взялся этот Ан-2, нет. На машине нет бортового номера. Кроме того, по данным МЧС, в реестре судов гражданской авиации он также не числится. Пока известно только то, что самолет выполнял авиационно-химические работы. Поле, на котором обнаружили разбившуюся машину, принадлежит компании, которая выращивает сельскохозяйственные культуры. По всей видимости, именно она заключила договор на обработку полей. С кем именно, пока неизвестно. Компания, вот этот Биатон, они заключают с ними договор. А как, что? Базируется на территории границы Саратова. С кем-то договор вот заключили они. И вот они прилетают и вносят удобрения и поля. По какой причине произошло падение, сейчас выясняют следователи. Судя по повреждениям, самолет спикировал носом в землю. Кабина пилота полностью разрушена, сломаны крылья, фрагменты машины разбросаны на несколько десятков метров. По неподтвержденной информации управлял Ан-2, 56-летний Анатолий Левин. Предварительно установлено, что пилот жителем Самарской области не является. Документы на право управления воздушным судном, свидетельства пилота, не имеется. В настоящий момент следственные органы как раз проводят работу по выяснению обстоятельств, на каком основании данный самолет проводил работу в Пестравском районе. Следствию предстоит выяснить, имел ли летчик право на вылет, в каком состоянии находился он сам и была ли исправна машина. Ан-2, или как его называют «кукурузник», легкий одномоторный многоцелевой самолет, производился с 1949 года, много раз модифицировался. Предназначается как для перевозки пассажиров и грузов, так и для авиационно-химических работ. На сегодняшний день в России более тысячи машин подобного типа, когда был выпущен упавший в поле недалеко от Марьевки, сейчас также устанавливается. Павел Баймаков, Алексей Золотенков, События. И еще одна трагедия, связанная с крушением самолета, стала темой репортажа Павла Баймакова. На этот раз речь идет о боевом штурмовике времен Великой Отечественной войны. Фрагменты Ил-2 и останки летчика совершенно случайно были обнаружены в Волжском районе Самары, недалеко от строящегося микрорайона, когда там проводились работы по укладке газопровода. Если верить специалистам, в Самарской области это первая подобная находка. Сейчас ее изучением занимаются поисковики, летчики и следственный комитет. Картины событий почти 80-летней давности в нашем следующем материале. Именно так начинался очередной рабочий день экскаваторщика с 11-летним стажем Виктора Краснова. Ничего необычного. Плановая работа по раскопке траншеи, где должен был пройти газопровод для нового микрорайона. В какой-то момент ковш наткнулся на что-то твердое. Через несколько секунд вся бригада рабочих буквально опешила. Копал траншеи просто. Обычный рабочий день. Копал, чувствовал, что-то попалось. Даже представить не мог, что это самолет, но вот сколько работаю, таких находок еще пока не было. Одной из первых находок стали фрагменты фюзеляжа самолета. Затем откопали двигатель и останки пилота. Его личность пока не установлена, но уже есть пару зацепок. Вместе с документами на самолет среди личных вещей летчика в нагрудном кармане гимнастерки была найдена телеграмма, адресованная Черкасскому Ивану Михайловичу. В ней сообщается, что Клава тяжело больна и мужчину просят срочно приехать домой. Телеграмма получена 17 июля 1942 года. Документы и останки изъял Следственный комитет и вскоре их отправят на экспертизу. В настоящее время следственным отделом по городу Новокуйбышц проводится доследственная проверка. В ходе доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, а также давности установления смерти пилота. Предварительно трагедия с найденным Ил-2 случилась в декабре 1942 года. Этим же годом отмечен и найденный на месте крушения пропуск на самарский завод «Прогресс», где самолет был изготовлен. На летчика указывает только один документ – это пропуск на завод под номером 370, на котором неплохо относительно сохранилась фотография. Тут задача сейчас лабораторных анализов, экспертиз – подтвердить различными методами. Установить имя и вернуть это имя летчика-пилота – это, наверное, самая главная задача. Среди документов, найденных на месте крушения самолета, есть и летное задание, в котором говорится, что Ил-2 следовал от Безымянкина аэродром «Кряж», где как раз формировалась эскадрилья для отправки на фронт. Но это еще предстоит уточнять. Одно можно сказать совершенно точно – самолет и двигатель были изготовлены в 1942 году в Самаре. И с момента выпуска машина пролетела считанные километры. Об этом говорит хорошее состояние металла. Несмотря на то, что двигатель весь в глине, на нем практически нет коррозии. В земле самолет пролежал больше 70 лет. Сейчас его обрабатывают специальным маслом и запаковывают в пленку для консервации. А на месте продолжает работать поисковый отряд «Сокол». По словам специалистов, это первая подобная находка в Самарской области, куда в ноябре 1942 года из Воронежа был эвакуирован завод номер 18. В Самаре на нем изготовили более 25 тысяч Ил-2. Штурмовик еще называли «летающий танк». Именно такой с 1975 по 2015 год стоял на постаменте в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. На мемориальной доске более 600 имен. Торжественное возложение цветов состоялось накануне праздника Дня ветеранов МВД. 2016 год стал юбилейным, пятым для этой даты. В торжественной обстановке за активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд самарским ветеранам Министерства внутренних дел были вручены почетные награды. Своих бывших и нынешних коллег поздравил начальник МВД России по Самарской области генерал-лейтенант Сергей Солодовников. Ваши уважаемые друзья, дорогие товарищи, хочу вас от всей души поздравить, поблагодарить всех вас за то, что вы с нами. Живите долго, счастливо, но мы вместе с вами будем сохранять ту безопасность, которую сегодня наше население несомненно ощущает. Областное правительство готово поддержать производство «Шевроле Нива» нового поколения. Это совместный проект «Дженерал Моторс» и «АвтоВАЗа». Известно об этом стало на встрече главы региона Николая Меркушкина с новым президентом завода Николя Мора. Обсудили обстановку на предприятии и направление дальнейшего развития. Губернатор отметил, перед новым руководством стоит задача вывести «АвтоВАЗа» в лидеры российского рынка. От производственных вопросов до социальных вопросов весь спектр обсуждался. В том числе подготовка к предприятию автозавода, города и как мы будем совместно содержать хотейную команду «Ладу». То есть очень широкий спектр вопросов. Первая приоритетная задача – это получить достаточную долю на рынке Российской Федерации, а также продвигать на экспорт и существующую линейку, уже давно запущенную, и новые продукты, такие как «Лады Веста» и «Лады Икс Рей». Подведены итоги, намечены планы. Глава Самары отчитался перед депутатами Городской Думы. Заседание прошло в расширенном составе. Народные избранники съехались со всех райсоветов, были приглашены руководители областных министерств и городских департаментов. О ключевых векторах развития Самары наш следующий репортаж. Ключевой вопрос повестки дня заседания Городской Думы – отчет главы города за прошлый год и постановка задачи на 16-й. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, в Самаре показатели не снижаются. И по промышленным гигантам, и по малым предприятиям. Сохраняются высокие темпы строительства жилья, пополняется парк общественного транспорта. Власти приводят в порядок сферу ЖКХ. К работе приступили три муниципальные управляющие компании. После прошедшей процедуры лицензирования с рынка ушли около 10 управляющих компаний. Кроме того, мы установили для управляющих компаний новые нормативы по содержанию придомовых территорий. Эти нормативы, я напомню, не менялись на протяжении 20 лет. 3 миллиарда рублей – это как раз та сумма, которую город недополучает по земельному налогу. Эту задачу предстоит решать районным властям совместно с советами депутатов. Зачастую элитное жилье облагается так же, как сарай на пустырях. А деньги городу нужны, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу. В Самаре нужно отремонтировать 400 фасадов в исторической части. Что не успеет сделать город, помогут спонсоры и меценаты. В этом году началась реализация программы «Цветущая Самара». В любимых местах отдыха горожан появится дополнительно, кроме озеленения, 60 новых ландшафтных скульптур. Будут высажены более 20 тысяч цветущих и декоративно-лиственных кустарников. В два раза увеличится по сравнению с 2015 годом количество установленных на территории городского округа устройств для мобильного и вертикального озеленения. Работу в райсоветах необходимо активизировать. Об этом говорил и губернатор Николай Меркушкин. Необходимо, чтобы сами люди на местах решали многие вопросы. На самом деле, с учетом нашего потенциала, у нас денег было значительно больше на человека, чем в европейских странах у Самары. Чем в европейских странах. Поэтому можем было иметь и европейские дороги, и европейские фасады, и дворцы, и аквапарки, и много-много-много других вещей. Если мы не научимся эффективно работать, если мы до людей-то не будем доводить, если не будет вовлеченности людей во все процессы происходящие, конечно, мы будем дальше отставать. Отставать сегодня не получится. Перед городом стоят стратегически важные задачи, которые должны быть выполнены в рекордные сроки. Марина Матвеевична, Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Большая стройка. Самара – лидер в ПФО. В прошлом году в городе ввели в эксплуатацию более 800 тысяч квадратных метров жилья. Итоги работы подвели члены Самарской гильдии строителей. Сегодня особое внимание уделяется обновлению внешнего облика города. О том, как преобразится Самара в ближайшее время, и кто ей в этом поможет, в репортаже Алины Чемерес. Словно сказочные теремки, сегодня выглядят дома на улице Льва Толстого. В прошлом году их привели в порядок, в том числе при участии самарских строительных компаний. К 2018 году старый город должен встретить гостей и туристов в обновленном виде. Полным ходом идет реставрация исторических зданий. Поучаствовать в преображении Самары могут и представители бизнеса. Городские власти предложили им взять на себя заботу о некоторых объектах культурного наследия. Мы организуем всю правовую поддержку по линии Министерства культуры. Вы вполне обладаете мощностью для того, чтобы делать все это качественно и в срок. Я думаю, что это общее такое наше мнение. Приводить город в порядок и делать реконструкцию фасадов, ремонт фасадов мы не против. Но тогда давайте мы как-то это сделаем организованно, создадим какую-то группу совместную. Вкладываться предпринимателям предлагают и в другие проекты. О них, как о важнейших архитектурных планах, на ближайшее время глава города говорил на встрече с членами гильдии строителей. В первую очередь необходимо обновить въезды в Самару. Их всего шесть. На каждом из них по плану должны быть стелла, название города, а кое-где даже подсветка. Грандиозное преображение ждет и улицу Старозагора. Здесь повсюду высадят цветы, снесут стихийные рынки, благоустроят тротуары. Также в городе появится новый памятник. По инициативе почетных граждан его установят около музея «Самара космическая». Монумент будет посвящен знаменитым конструкторам. Я считаю, что мы должны отдать дань тем людям, которые наш город, в общем-то, сделан индустриальным. И это такая задача для меня, как для головы города, сделать такой памятник в памяти об этих людях. Причем он должен делаться известными прославленными скульпторами, для того, чтобы быть украшением на многие-многие годы. Власти Самары призывают благоустраивать город совместными усилиями. В стороне не остаются и жители. В этом году 17 из 60 запланированных многоквартирных домов люди ремонтируют за свой счет по собственной инициативе. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Незаконная реклама должна остаться в истории. Самара постепенно избавляется от баннеров, которые не просто захламляют улицы. Реклама на несанкционированных конструкциях наносит материальный ущерб городской казне. С начала года демонтировано 20 таких счетов. Олег Зверев продолжит тему. В кладбище незаконная реклама пополняется постоянно. Здесь демонтированные конструкции отлеживаются месяц, после чего их отправляют на утилизацию. Битва против подпольных рекламодателей идет полным ходом. На этом месте в районе площади Кирова недавно убрали три счета размером 3 на 6 метров. С начала года в Самаре демонтировано уже 20 счетов. В своей очереди ждут еще порядка 70. Но это полбеды. В городе появляются новые, без опознавательных знаков и указаний владельца. Незаконные конструкции появляются. Мы планируем их демонтировать все в 2016 году. В 2016 году они установлены все без маркировок. Мы можем только основываться на маркировках. На них должна содержаться информация о владельце рекламной конструкции. Сейчас все конструкции без маркировок незаконные, поэтому владельцы их неизвестят. Реклама только тогда двигатель торговли, когда она санкционирована и установлена в специально отведенных местах. Оплачены все налоги, а доход получают не только коммерсанты, но и городской бюджет. Большинство самарцев с этим согласны. Нелегальные счеты не просто раздражают. Сам факт их установки можно квалифицировать как незаконные предпринимательства. Незаконные конструкции, естественно, они не должны быть. А кто их ставит? Я против. Вот я живу на Нововокзальной, и у нас года три тому назад баннер рухнул, вот такой столб. Это, ладно, никого там не было и не прибило человека. И везде наводнили эти рекламы. Мне это не нравится. Они должны быть установлены в тех местах, где они должны быть. Ну, рядом с таким торговым центром, так вот, чтобы было понятно, для чего, куда идешь, чтобы он дал информацию о самом центре. А так просто вот висит, висит, можно и убрать, чтобы не портил их город. В этом году власти планируют полностью очистить город от незаконной рекламы. Олег Зверев, Константин Головин, События. К генеральной уборке города присоединились и сотрудники нашей телекомпании. Привели в порядок прилегающую территорию. С места событий репортаж Лариса Шалафаст. Дружный коллектив телеканала «Самар и Гиз» стороне не остается. Мы вместе со всем городом выходим на уборку, чистим, моем, убираем. И даже о птичках заботимся периодически. Вот такие кормушки вешать будем. Между прочим, ручная работа. Эти островки общественного питания для пернатых – дело рук нашего пиар-менеджера Алины Белоусовой. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Я взяла пластиковую бутылку и, чтобы ее не выкидывать, декоративно украсила елочными шишками, еловыми ветками. И такая замечательная кормушка у нас получилась. Без внимания и прилегающую территорию не оставили, подметали, убирали. На время наши сотрудники сменили амплуа и из студийного павильонных кабинетов вышли трудиться на чистый воздух. Мы всегда в нашей телекомпании выходим на уборку нашей территории, потому что мы за нее ответственны. Кто кроме нас это все уберет? Это здорово, мне кажется. Совместный труд облагораживает. Час работы и все буквально блестит. Красота-то какая! Лепота! Помочь сделать Самару еще чище можете и вы. Ближайший общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Поэтому дома не отсиживайтесь, присоединяйтесь. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. В Самаре приводят в порядок и улично-дорожную сеть. Сейчас все внимание работам сезонным. Нужно побелить деревья, обновить урны и ограждения вдоль дорог. Вооружившись кисточками и метлами на защиту чистоты и красоты города вышли сотрудники компании «Кедр-1». Вместе с ними и Алина Чемерес. Вдоль дорог рабочие с краской устоят. Приводят в порядок пешеходное ограждение. Во время большой уборки города особое внимание уделяют состоянию уличной дорожной сети. Команда мастеров трудится словно единый отлаженный механизм. Пока одни подметают улицы, другие красят урны и белят деревья. Красить березу в белый цвет отнюдь не глупое и абсурдное занятие. Это необходимость. Краска поможет защитить дерево от вредителей. И эстетический вид его тоже поддерживает. Мусор, который работники компании «Кедр-1» собирают с приладковой зоны, так называют переход от тротуара к проезжей части, складывают в ковш трактора. Его водитель Иван Богданов терпеливо ждет, пока наберется достаточно, чтобы можно было вывозить. Говорит, на уборку готов выходить в любое время, лишь бы улицы сияли чистотой. Я много лет жил в Европе, и хотелось бы и хочу сделать так, чтобы было как и там, как и здесь. То есть чисто, прекрасно и хорошо. Чтобы люди радовались. Чтобы очистить дороги от пыли, на улицы выезжают спецмашины. Обычно пылесосы и моющая техника выходят на уборку ночью. Днем возникают сложности из-за большого потока автомобилей и пешеходов. Очень много автодранспорта и пешеходов. Это значительно усложняет нашу работу. Потом есть такие сложности, как все-таки узкие тротуары. Не везде проходит техника. Приходится много ручного труда применять. Сложности работников компании «Кедр-1» не пугают. Они круглый год приводят в порядок дорожные сети в Веренахом Ленинского и Кировского районов. Говорят, сейчас нужно особенно постараться, чтобы не только навести чистоту, но и подарить жителям весеннее настроение. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. А теперь коротко о других темах дня. Под Тольятти мужчина застрелил орла на белохвоста. Этот вид птицы занесен в Красную книгу как особо уязвимый. У мужчины был охотничий билет и зарегистрированное ружье. Вот только охота на эту птицу строго запрещена. Охотник причинил Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области ущерб в 100 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. В Октябрьском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту подделки документов для поступления детей в первый класс. При проверке сотрудники прокуратуры установили, что при зачислении в одну из школ родители шести будущих первоклассников предъявили фальшивые свидетельства о регистрации детей в жилье, закрепленном за образовательной организацией. Возбуждено уголовное дело, проводятся проверки. В понедельник 18 апреля жители Самары смогут прикоснуться к уникальным иконам и мощам святых. В храм преподобного Сергия Радонежского, расположенный на Черемшанской, привезут святыни с горы Афон, монастыря Хиландр. Так прихожане увидят иконы Божией Матери – Всецарица, Троеручица, Иверская, частицы Животворящего Креста и Гроба Господня, святых мощей Николая Чудотворца и других. Сегодня исполняется 65 лет народному артисту России Михаилу Щербакову. В творческой биографии Щербакова работа концертмейстером в оркестре Свердловского академического театра оперы и балета в качестве дирижера в оркестрах Чечена-Ингушетии и Ярославля. С 1991 года и по настоящее время он является художественным руководителем и главным дирижером академического симфонического оркестра Самарской филармонии. Сегодня в Самарской области местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза. Днем температура воздуха составит 16-21 градус Цельсия. В субботу, 16 апреля ночью синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 5-10 градусов. Днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Воздух прогреется от 18 до 23 градусов. В воскресенье ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем столбик термометра поднимется от 15 до 20 градусов. Новости спорта в эфире и я передаю слово Сергею Кизоркину. Самара все ближе и ближе к чемпионату мира по футболу и уже сегодня готовит комментаторов на международные встречи среди школьников. В городе прошел конкурс «Ура-гол», посвященный памяти легендарного спортивного комментатора советских времен Николая Озерова. Участники сами выбирали известные международные матчи и комментировали 10-минутный эпизод. Самой популярной оказалась встреча Бразилия-Германия чемпионата мира 2014 года. Тогда немцы победили 7-1. Запись работы оценивала компетентные жюри представителей пресс-службы футбольного клуба «Крылья Советов» и департамента образования. С интересом, очень артистично. Показали такие знания футбола. И футбол не просто международного футбола, знания правил футбола. За выход в финал конкурса футбольных комментаторов сражались 25 подростков. Призы получили 6 человек. Я, конечно, посмотрела матч, посмотрела историю, чтобы рассказать, чтобы было интересно зрителям. Для аутсайдеров во время церемонии награждения победителей прошел утешительный турнир. В импровизированной дуэли победил Александр Громов. Школьник уверен, чтобы быть лучшим, нужно знать почти все о футболе и самому быть интересным рассказчиком. Я очень люблю футбол. И, в принципе, смотреть его интересно было бы попробовать себя в роли комментатора. И когда узнал о таком конкурсе, сразу без каких-то вопросов решил участвовать в нем. Без призов никто не ушел. Все участники получили билеты на домашние игры «Крылья Советов», атрибутику клуба и сувениры от организаторов Чемпионата мира по футболу 2018. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон! Спасибо за просмотр!